С нами Глеб Носовский, математик, доцент механика математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология». Здравствуйте, Глеб Владимирович. Здравствуйте. Сегодня, так понимаю, мы продолжим разговор о Куликовской битве. Напомню, неделю назад у нас уже этот вопрос поднимался, тогда больше дискуссия шла о том, где же все-таки это сражение состоялось, на территории ли современной Тульской области или в Москве. И согласно новой хронологии, Глеб Владимирович настаивает на этом, все-таки Куликовская битва состоялась в Москве, по вашему мнению. Да, совершенно верно. И я хотел бы сегодня вкратце рассказать нашу реконструкцию Куликовской битвы, как все происходило в Москве. В прошлый раз я очень об этом сказал мельком, а сегодня все-таки хочу подробно сказать, тем более, что москвичам, я думаю, это будет очень интересно, и радио у нас говорит, Москва здесь. Так вот, согласно новой хронологии, согласно нашему открытию места Куликовской битвы, и согласно летописям, а Куликовская битва очень подробно описана в летописях, и в частности очень подробно описана в знаменитом летописном своде, где не только она описана, но и красочно изображена на многочисленных иллюстрациях. Так вот, и, кстати, сегодня можно летописный лицевой свод почитать, потому что несколько лет назад издательство «Акцион» издало фоксимильное издание лицевого свода. Я напоминаю, что лицевой летописный свод – это грандиозное издание, грандиозный труд по истории, содержит в себе десятки тысяч страниц, десятки тысяч иллюстраций прекрасных. Значит, лежал он, он был написан для царского двора, лежал очень долго в архивах, там у различных людей, у историков, потом снова в архивы переходил, и так далее, и так далее. Вот историки так до настоящего времени и не удосужились издать лицевой летописный свод. Многие другие летописи были изданы, вот полное собрание русских летописей издавалось с начала XIX века, вот сейчас уже сколько, почти 200 лет прошло. Так вот, лицевой летописный свод – главное летописное сочинение по мировой и русской истории, там библейская история, мировая история, русская история, так и не был издан пока стараниями некоторых людей от историков далеких, значит, она не была издана. Так что вот можно сегодня познакомиться. Это ценнейший источник по русской истории. Считается, что он написан был в XVI веке, но, согласно новой хронологии, это XVII век. Тем не менее, из того, что сегодня есть, это древнейший и наиболее полный источник по русской истории. Поэтому желающим ознакомиться с Куликовской битвой по летописям, вот я советую просто открыть соответствующий том лицевого летописного свода и почитать, что там написано. А я расскажу, как это все происходило с точки зрения нашей реконструкции и новой хронологии в Москве. Так вот, значит, дело происходило следующим образом. Войска Дмитрия Донского собрались в Коломенском и двинулись в сторону поля битвы, которое предполагалось, ну, может быть, уже было назначено, а может быть и нет, но оказалось, оно в конце концов наслияние Москвы-реки, то есть Дона. Кстати, небольшое отступление в одном из летописных сказаний. Там княжна Мария стоит на московских забралах и говорит, ну, то есть на московских укреплениях, и говорит, о, Дон, Дон, быстрая река, принеси ко мне моего любимого. То есть это к тому, что я про шанс еще говорил, что Дон — это река вообще. И в частности, в летописях «Москва-река» в некоторых названа прямо Доном. Так вот, значит, войска Дмитрия Донского собирались в Коломенском, а войска Мамая шли примерно по Волгоградской дороге, нынешнее Волгоградское шоссе. Вот недаром в Царицыне, ныне Волгоград, находится знаменитый Мамая в Курган. Видимо, это не случайно, потому что они шли именно оттуда и находились по другую сторону Москва-реки. То есть Коломенское — это правый берег, а те шли с левой стороны от Москва-реки, не у самого берега, и как раз находились где-то в Кузьминках. В летописи это сказано «Кузьминогать». Это болотистое место, сегодня так и называется Кузьминки. Значит, войска Мамая продолжали движение к полю битвы, находясь на правильном берегу реки, им не надо было переходить реку, а войска Дмитрия Донского направились тоже к этому месту, но с другой стороны Москва-реки. И по дороге, значит, они направились на котел, это котельники речка Козловка, до сих пор существуют в Москве. Дальше они прошли, значит, еще выше по течению, и где-то возле Крымского брода они пересекли Москва-реку. Это была переправа, тоже подробно описанная в летописи. Кстати, еще до этого была выставлена застава на реке Чуре на Михайлове. Там некий Фома Коцебей, воин Дмитрия Донского, стоял на этой заставе, на заставе у реки Чуры на Михайлове, и видел некое видение, это тоже подробно описано в летописи. И именно по дороге в Москве, именно по дороге Узвойск, находится речка Чура, которая впадает в Москву-реку, и рядом там очень много Михайловских переулков, то есть сегодня, а раньше у нас было село Михайлово. То есть, опять-таки, идеальное совпадение с тем, что написано в летописи. Ну так вот, они добрались до Крымского брода, примерно в этом месте пересекли Москву-реку и устроили большой смотр, тоже описано подробно в летописи, смотр на девичьем поле, как говорится в летописи, и действительно, перейдя реку, переправившись через реку, войска Дмитрия Донского должны были оказаться на девичьем поле. Сегодня там Новодевичий монастырь, это такая большая излучная Москва-реки, называлась, и она девичье поле, до сих пор там девичьи переулки есть, это старое название этого места, девичье поле. Сегодня остался Новодевичий монастырь. Ну, после этого войска Дмитрия Донского направились в сторону того места, где сегодня стоит Кремль, по нашей реконструкции никакого Кремля там еще не было, это был Боровицкий холм, заросший лесом, и, собственно, ставка Дмитрия Донского и находилась либо вот где-то недалеко от Кремля, ну, приблизительно на Лубянской площади, приблизительно. Вот. А войска Мамая подошли прямо к Красному холму, это сегодня находится на нем метро Таганская, Таганская площадь, она находится на Красном холме, это так и называется этот холм, и внизу Краснохолмская набережная под ним находится, и, значит, ставка Мамая, соответственно, была на Красном холме, то есть там, где сегодня Таганская площадь. То есть Дмитрий Донской стоял на Лубянской площади, а Мамай на Таганской площади. Их разделяла речка Яуза, которая в летописах описана как Непрядва, ну, хотя, конечно, названия Яуза и Непрядва не созвучны, но, тем не менее, по сути, они означают одно и то же, поскольку Непрядва — это непрядвающая, то есть находящаяся в каких-то ограничениях речка, а Яуза — это как узник, тот, кто находится в оковах, в ограничениях. Значит, это просто перевод, ну, другое слово, означающее то же самое. Так вот, речка Непрядва, то есть Яуза, разделяла два войска, и утром, когда была битва, с раннего утра, битва не начиналась, поскольку войска Мамая должны были перейти Яузу, чтобы попасть на поле битвы, потому что поле Дмитрий Донской находился своими войсками с той стороны, где поле, да, он стоял прямо на краю поля и обследовал это поле перед битвой, а войска Мамая стояли на другой стороне и не имели возможности обследовать поле. Они решительно перешли реку и бросились в наступление. Но уже это было, когда солнце, летопись пишет, когда солнце стояло высоко. Это, кстати, подробно нарисовано в летописном своде, можете посмотреть там прямо так, как это и есть в Москве. Еще очень важная деталь – это засада Владимира Андреевича, которая находилась в скрытом месте, но прямо возле поля боя. И действительно, если смотреть со стороны Лубянской площади на Таганскую площадь, то есть со стороны ставки Дмитрия Донского на ставку Мамая, то с левой стороны находится тоже такой высокий холм, возвышение, южным склоном спускающийся, южным склоном спускающийся к полю битвы, вот к кулишкам. И этот южный поросший склон, всегда там были сады, там старосадские переулки, и церковь Владимира Андреевича в садах на вершине. Это действительно удобное место, где спрятать засаду. С одной стороны, совсем рядом с полем боя, с другой стороны, на возвышении и в густых зарослях. То есть ее было с одной стороны не видно, с другой стороны, она быстро могла очень спуститься на поле боя. Так вот, Мамаевцы, перейдя реку, решительно вступили в бой. Передовой полк Дмитрия Донского, как известно, был полностью вырублен. И продвинулись, если сейчас по московским улицам, это они шли от Яловских ворот по улице Солянка. Ну, конечно, улиц тогда не было, но по направлению этой улицы Солянка в сторону нынешней Славянской площади. Там, кстати, еще одна речка протекала в этом месте, она сейчас в трубе. Это болотистое было такое, довольно сырое место. Вот. И вырезав передовой полк Дмитрия Донского, они оказались как раз вот под боком вот этой засады, которая сверху находилась, и она ударила по войскам Мамая и, значит, их уничтожила. Такой, а затем прижала к Москве реке Игьяу и потопила. Ну, а часть бежала вниз по Москве реке, там от Таганского холма кто не переправился, или кто смог исчезнуть с поля боя, их там дальше преследовать. Так вот, понятно, что действительно вот грамотная очень расстановка сил, грамотная засада, все очень грамотно воспользовались, но тем не менее, тем не менее, вот в летописях эта победа описана как чудо. Как чудо. И в лицевом лесописном своде описано как чудо. И, в общем-то, она, как верили современники, была достигнута путем помощи неких небесных сил. И само избиение мамаевцев описывается как некое, не просто вот мечом их порубили, а там описывается, что небесные всадники, там Борис и Глеб, на них напали, и их, они погибли под раскаленными камнями и раскаленными небесными стрелами. Это вот подчеркивается в летописях. И, кроме того, мы знаем, что в победе на Куликовом поле очень большое участие принимал Сергей Разнический. И Дмитрий Донской перед тем, как победить, перед тем, как вступить в сражение, он на самом деле колебался, как известно, потому что войска Мамая значительно превосходили по силе и численности и по профессионализму войска Дмитрия Донского. Он колебался, и, собственно, вот накануне битвы пришел к Сергею Радонежскому, и тот вручил ему некое оружие, считая, что крест, и сказал, что вот тебе оружие, всем ты победишь. И двух своих иноков Пересветлый Ослябе, героев Куликовской битвы. И вот тогда Дмитрий Донской, он уверился в своем успехе и принял решение действительно сражаться. Кстати, в летописах сказано, что у Мамай тоже ведь была разведка. И Мамаю доносили, что Дмитрий Донской что-то имеет такое против тебя, так что ты поостерегись. На что Мамай ответил, ну, с такими силами, как у меня, чем есть остерегаться. Победа очевидна. И вот спрашивается, что Дмитрий Донской вручил такой, что Сергей Радонежский такой вручил Мамаю, ой, прошу прощения, Дмитрию Донскому, чтобы обеспечил ему победу над многократно превосходящими силами противника. И вот на самом деле это может показаться там неожиданным и странным. Но тем не менее, вот на самом деле битва 1380 года, она известна и в западных источниках. Да, там очень лаконично описывают, но там есть, да. Там описывают не то, что лаконично, а сверх лаконично. Они говорят, что была некая битва между венецианцами и генуэзцами. Кстати, вспомним, что генуэзцы участвовали в Куликовской битве. Вот они, они даже не знают, где эта битва была. Вот некая битва между условными венецианцами и условными генуэзцами. Кстати, венецианцы или венеды, это так называли славян в Западной Европе. Не надо думать, что это относится вот к той Венеции, которая сегодня. Венде, венеды, вот, это славяне. Так вот была некая битва, на которой впервые были применены пушки. И вот это мнение, оно выражено в западных источниках 17-18 века. Если, конечно, вы посмотрите 19 век, там будет многоэтажное рассуждение о том, что пушки были и там, и там применены, и давно уже и там, и там изобретены. Я, кстати, в западных источниках подобного описания не встречал, что про огнестрельное оружие. Потому что, наверное, вы читали 19 век. Вот еще одно отступление. Если вы придете в библиотеку, скажем, в ту же публичную библиотеку историческую, вы увидите, что... и зайдете в читальный зал. Вы увидите, что люди там читают с упоением исторической литературы 19 века. А книги 17-18 века лежат в отдельном хранилище, и там почти никого нет. Значит, если мы хотим разобраться в истории, то мы должны, значит, обратиться к источникам, которые как можно ближе к происходящим событиям. Поэтому всегда, опять-таки, совет, если хотите в чем-то разобраться, то прежде всего смотрите наиболее ранние источники, которые доступны. А для нас доступны наиболее ранние 17-18 века. Так вот, источники 17-18 века, например, хронограф Стартимана, переведенный на русский язык, например, знаменитая французская энциклопедия Дидро и де Ламбера, кстати. Тоже вот и тот, и другой источник, излагая историю огнестрельного оружия, начинается с некой загадочной битвы 1380 года. Значит, которая... они толком не знают, где и как происходило, но вот на ней впервые были применены пушки. Это твердое мнение западных европейцев 17-18 века. Подчеркиваю, 19-й я не рассматриваю. Там уже много чего нагородить. Так вот, ну, откройте... Кстати, это энциклопедия французская Дидро и де Ламбера, известная. Первая энциклопедия вообще. Она есть сегодня в электронном виде, просто откройте раздел «Канон», «Пушка». Ну, там, кстати, сначала про церковные каноны, большие разделы, а в конце вот про канон, в смысле «Пушка» там все написано. Вот. А хронолог Стротимана тоже, он у нас на сайте выложен, русский перевод. Там тоже это написано. Так вот, кто изобрел пушки? Негий. Как сегодня говорят, Бартоломей и Шварц. Ну, напоминаю слова Морозова, который сказал, что если вы хотите разобраться в истории, то все имена надо переводить на тот язык, на котором вы говорите. Поэтому, потому что старые имена – это не ярлыки, которые мы сегодня привыкли, и которые мы сегодня привыкли произносить там именно так, как кто-то произносит. На самом деле, это были осмысленные, очень часто осмысленные слова, и они переводились. Кстати, на русский язык переводились имена даже еще и в 18-м, еще Фанвизин переводил. Например, Браун переводили как Чернов. Вот, известный такой был Джером Гарсей, его по-русски называли Еремей Ульянов и так далее. То есть, вообще, обычай не переводить имена – это тоже достаточно поздние обычаи, которые возник там в конце 18-го века. Ну, так вот, если мы скажем по-русски, то это будет Варфоломей черный или Варфоломей чернец. Вот некий Варфоломей черный или Варфоломей чернец изобрел пушки, которые были впервые применены на битве, на некой загадочной битве 1380-го года. Это, еще раз повторяю, такое общерасстраненное мнение среди западноевропейских историков 17-18 века. Ну, мы знаем, какая битва была в 1380-м году. Это Куликовская битва. И в новой хронологии, поскольку она приобретает гораздо большее значение, является не только русской такой битвой, важной для нас, а важной для всего мира. Ну, об этом я чуть-чуть, может, скажу, но вообще для этого она знает нашу реконструкцию. Ну, вот из нашей реконструкции следует, что Куликовская битва – это крупнейшая битва мировой истории, поэтому, конечно, Западная Европа тоже о ней должна была знать. И вот это глухое упоминание авторов 17-18 века о том, что некий Варфоломей чернец изобрел пушки, и вот в этой битве они были с 1380-го года использованы. Ну, а потом, кстати, говорится, что через несколько лет они попали в Англию, а потом в 16-м веке их стали делать уже из железа, там, из металла и так далее, и так далее. А потом уже в 18-м, в конце 17-го испанцы усовершенствовали, поэтому новые пушки называются испанскими, кстати говоря. Отсюда, сюда уходят корнями мнение о том, что в Испании избрали порох и так далее. Значит, но вот первые пушки, они на самом деле были деревянными, и это известно. Кстати, деревянные пушки использовались аж до 18-го века в тех местах, где... И даже в 19-м я как-то был в Македонии, и там видел фотографии деревянной пушки, которую македонцы сделали для борьбы с турками, это вообще конец 19-го века. Деревянные пушки есть в западных музеях, их можно найти. Они, значит, брался дубовый ствол, и из него, значит, дубы, я напоминаю, имеют особенность, из них вылетает серединка, она такая, средняя часть, такая сердцевина дуба, она обрастает таким рыхлым слоем, и из дубов делают, например, трубы деревянные для погребов. Известно, вот, деревянные трубы делают из дуба, потому что, вот, естественным образом из него вылетает серединка. Так вот, первые пушки, когда порох ещё был не такой сильный, делали из дерева, поэтому это было чудесное древо, на самом деле, вот так, если по-русски сказать, это было чудесное древо. Кстати, заметьте, именно чудесное древо, крест — это тоже ведь древо, тоже название креста. Возможно, и в этом и был опутанец, когда Сергий Радоничский вручил некое оружие, христианское древо его, кстати, называют, он вручил некое христианское древо. Считается, что это крест. Христианское древо Дмитрию Тонскому, и тот победил. Но христианское древо можно было понимать и как первую пушку, потому что, ещё раз повторяю, первые пушки делались из дерева, и вот, как написано в энциклопедии Дидро и Доламбера, только в 16 веке в Англии придумали там делать из металла. Так вот, какая картина возникает? Ну, а чёрный Варфоломей или чернец Варфоломей, ну, тут, я думаю, каждый сразу вспомнит, что Сергия Радоничского звали именно Варфоломей. Это его имя. Сергий — это имя иноческое, а его родное имя — Варфоломей. И пока он не был иноком, он был чернецом, и его называли Чернец Варфоломей. Поэтому, когда мы слышим о том, что некий Чернец Варфоломей изобрёл пушки, которые были впервые в истории применены на битве некой 1380 года, а с другой стороны, мы знаем, что на величайшей битве 1380 года Сергий Радоничский вручил некое христианское древо Дмитрию Зонскову, которое позволило победить. А с третьей стороны мы видим летописное описание некого чуда, огненных камней и огненных стрел, летящих с неба, и уничтожающих войска Мамая. Из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, порох был изобретён именно Чернецовым Варфоломеем, как и говорят немцы. Но только они никак не могут указать, где этот Варфоломей Шварц или Чернец Варфоломей жил, где он вообще изобрёл, как он изобрёл. Существует множество разных версий. Его называют... Кстати, вот тут у меня даже перечислено. Бертольда Шварца называли и греком, и датчанином, и ютланцем, и жителем Уэльса, и Кельна, и так далее, и так далее. Никто не знает точно в Западной Европе, где он жил, где он совершил своё изобретение. Ему поставили памятники в каких-то городах, но они спорят. Нет никаких известий и сведений о нём. Поэтому наша реконструкция, что касается того, почему была достигнута победа, она говорит о том, что благодаря изобретению пороха и пушек, ещё деревянных, Сергеем Радонежским, и благодаря первому применению этого оружия на Куликовской битве в 1380 году. Ну вот. В эфире программа «Забытая история». У микрофона Владимир Карпов с нами Глеб Носовский, математик, доцент механика математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология». Сегодня мы продолжаем разбор Куликовской битвы. Если неделю назад больше разбирали место того, где это происходило, сегодня больше о содержательной части этого сражения. Так вот, это я слушателям, которые продолжают с вами спорить относительно того, где же всё-таки битва прошла. Теперь уже несколько вопросов, которые касаются содержания. Ну, например, если оттолкнуться от западных источников, там, в частности, практически во всех из них упоминаются литовцы, которые после битвы пришли и всё у русских, значит, отобрали. Все богатые трофеи, которые русские забрали у татар. А литовцы вообще ни при чём, согласно вашей теории? Ну, какие источники смотрят? Ещё раз повторяю, что наиболее основательным источником по Куликовской битве является лицевой летописный свод. А разных сведений, известий, слухов и так далее, об этом миллион было, как и о любом событии. Крупное событие всегда обрастает огромным количеством слухов, тем более, что эти слухи со временем ещё и размножаются. Поэтому, чем крупнее событие, тем больше о нём разных известий, в том числе и противоречивых. И вот, изучая историю, мы знаем, что самые крупные события, они больше всего дали и дубликатов в истории. Вот наша история, на самом деле, это огромный мешок таких отражений и дубликатов, искажённых, с точки зрения нового хронологии. Огромный мешок таких искажённых, отрывочных, правильных, неправильных, полуправильных, размноженных многократно, рассказов о достаточно небольшом количестве событий. Достаточно небольшом. И вот новая хронология, она и позволяет упорядочить весь этот огромный и такой хаотичный материал, который сегодня можно подчеркнуть к нашей истории, и понять, какие основные события лежали в основе всего этого, и, собственно, какова была их подлинная суть. Потому что без путеводной нити, без понимания общей обстановки исторической, без этого можно поверить любым сведениям и совершенно неправильным, возвести в разряд правильных, и наоборот. Вообще, я хочу ещё раз сказать, в чём наша разница и в чём наше сходство с историками. Значит, разница наша в разной хронологии. А сходство в том, что, коль скоро хронология установлена, дальше и мы, и они читаем одни и те же источники и делаем из них выводы, основанные вот на той концепции, которая заранее заложена. Но здесь Кульковская битва, она особняком стоит, потому что по хронологии здесь как раз с официальной историей вы совпадаете. Правильно. Хронология Кульковской битвы, она... Мы не оспариваем её хронологию. Но это точка, поймите. Значит, а вокруг-то обстановка мировая в это время совершенно разная была, согласно нашей новой хронологии и согласно исторической версии. Поэтому, согласно исторической версии, можно строить разные предположения там о литовцах, которые что-то у кого-то украли. А согласно новой хронологии, там совершенно другая картина получается. Хорошо. Почему вы не воспринимаете слова о чуде, которые могут встречаться в различных летописаниях, как или просто очень популярную историю о чуде, то есть если побеждают, то благодаря вмешательству высших сил. Почему вы не воспринимаете это как какую-то метафору, как приукрашение, а склонны полагать, что это речь пойдёт об огнестрельном оружии? Ну, в данном случае это просто один из показателей. Значит, для того, чтобы поверить или не поверить в серьёзности высказывания о том, что произошло чудо, нужны какие-то другие данные. Вот в данном случае остальные данные складываются так, что мы этому склонны верить. А в других случаях нет. Естественно, любой рассказ о чуде может быть как преувеличением, так и отражением некого реального события. Но в данном случае, согласно нашей реконструкции, согласно новой хронологии, вероятнее всего, это отражение подлинных событий. Существует довольно подробное описание поединка Пересвета и Челубея, но при этом столь подробно не описано применение огнестрельного оружия. Вас это не смущает? Применение огнестрельного оружия описано очень подробно. Ещё раз, откройте лицевой свет, свод, и вы увидите, как оно описано. Да, оно описано в таких... В абстрактных. Да, в абстрактных, но ведь источник XVII века уже многое к тому времени было забыто, и история уже к тому времени была новая написана. Так что это просто уже остатки прежних знаний. Это же не источник, не свидетельство, а очевидство. Это надо понимать. Но очень ярко звучит вот именно эта струя о чудесной победе. Но далеко не во всех битвах она так ярко звучит. Не надо думать, что там очень много битв описано в русской истории в лицевом своде. Не надо думать, что там в каждой битве прям такое чудо. Нет, это исключительно. Ровно через сто лет после Куликовской битвы, я не знаю, кстати, про стояние на Угре, что там думает новая хронология. У вас есть описание? Да, у нас есть расстояние на Угре, очень подробно, но я боюсь, что я сейчас не способен. Нет, нет, там просто уже в принципе никто не скрывает и описывает применение огнестрельного оружия. Ну, конечно, да, конечно. Почему тогда имеет смысл на Куликовом поле все это скрывать или описывать это абстрактно? Нет, потому что это было первое применение, первое. Поэтому ведь поймите, почему были побеждены войска Мамая? Потому что они были испуганы. Потому что известно, что человек, который никогда не видел и не слышал огнестрельного оружия, как только слышит его, тут же воспринимает это, ну, как помощь богу противнику и сдается. И помните, как там казаки с винтовками приходили, и целые племена им сдавались. То есть как испанцы приходили с огнестрельным оружием в Южную Америку, им сдавались там целые достаточно большие отряды, которые, ну, если бы не испугались, расстреляли бы их просто стрелялами и все. Потому что соотношение численности было такое, что тех было очень мало, а этих много. Не успели бы они даже с помощью своих мушкетов их всех перебить. Перебили бы, конечно, те. Но, услышав выстрелы из огнестрельного оружия, впервые услышав, значит, они тут же падали наземно в страхе. Это естественное чувство человека, впервые увидевшего и услышавшего огнестрельное оружие. Именно это подействовало на мамайцев. Они, собственно, сами эти пушки, конечно, они были слабенькие достаточно тогда, и вряд ли, если бы те не испугались, победа была бы достигнута. Это просто испуг. Но передовой полк все же посекли. Да, передовой полк посекли. Передовой полк посекли и вышли как раз на позицию, откуда их могли расстрелять. А, то есть, согласно вашей тактике и стратегии была следующая, заманить, а после этого, значит, расстреливать. Хорошо, сейчас я буду подключать уже аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит о Москве» и сайт «Говорит Москва.ру». Перед тем, как будем принимать звонки, и я буду зачитывать вопросы наших слушателей, значение Куликовской битвы. Про это отдельно хотите поговорить? Я хочу поговорить отдельно. Вот я, может быть, там ответить несколько вопросов, и если останется время, ну, наверное, не останется, потому что это вопрос очень серьезный и очень большой. Хорошо, давайте тогда вопросы. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Дмитрий, любят все. Вы знаете, ну, интересно, конечно, так вот подумать, немножко переворачивать сознание, но вот мне такой вопрос, если... Я не так давно прочитал книгу Чехакесвилия Конина «Бог и Шельм», такое, как художественное произведение, как билетристика, но там описывается именно вот применение в Куликовском поле именно пушек. Вот с ним быть можно сказать, я читал именно эту книгу, и насколько это вообще вот может совпадать. Ну, известно, да, в нескольких лет все говорится о применении пушек на Куликовом поле. Просто историки не понимают, что это было первое применение. А то, что они там применялись, это действительно известно. Еще один вопрос. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, знаете, что хотел спросить? Дмитрий, Москва. А мне кажется, что использование пушек, это было последнее, что, наверное, все войска уже погибли, ну, первый эшелон как бы выбили, и ничего не оставалось просто больше уже применить. Как бы, получается, в этом и чудо и состоит. Ну, если бы у противника тоже были пушки, они бы испугались этих пушек. Еще раз, в чем чудо-то? В чудо именно в первом применении огнестрельного оружия. Все, после того, как оно в первый раз было применено, оно уже такого воздействия не оказывало, и пушки там у всех появились. Это именно первое применение. Вот почему Сергий Радоничский все это держалось в строжающем секрете. Я еще раз напомню, что разведка у Мамая работала, и ему доносили, что что-то готовится с этой противника, но что неизвестно, но что-то очень грозное. Вот. Но он не придал этому значения, потому что, действительно, его войска превосходили многократно усилия. И это были профессиональные. Вот если все-таки к нашей реконструкции возвратиться, которую я сейчас не рассказываю, но тем не менее, вот из него там возьму. Значит, войска Мамая, это были профессиональные войска империи, не знавшие поражений, там победившие в огромном количестве битв. Войска Дмитрия Донского, это было ополчение. У него там был всего один профессиональный отряд. Поэтому исход в обычном раскладе, как об исходе, речи идти не могла. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот всем этим господам, Фоменко, Насовским и Иже с ними, не надоело своей фантазии помойные выливать на головы доверчивой слушателей? Принимается. Можете отвечать. Можете не отвечать. Вопроса нет. Надоело, не надоело. 7373948. Ну, это, знаете, базарная какая-то ругань. Сам дурак. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Добрый день. Валерий Москва. Если можно, несколько слов все-таки о соотношениях потерь и о численности армии и тех и других. Хорошо, принимается. Об этом чуть-чуть упоминали на прошлой неделе. Да, это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Ну, конечно, битва была давно и точное соотношение потерь мы уже вычислить вряд ли сможем. Но, согласно летописям, Дмитрий Донской восемь дней стоял на поле Куликовом и хоронил убитых. Это описано в летописях, причем очень подробно об этом говорится. И действительно, как я говорил в прошлый раз, в Москве огромное количество древних костей XIV века, скорее всего, от Куликовской битвы. Можно было бы, конечно, начать археологические раскопки и оценить количество этих костей. Тогда можно оценить количество погибших. Это все вполне доступная задача, но ее просто никто не выполняет. И я все-таки хочу, хотя наругами отвечать нельзя, вот предыдущему человеку, задавшему вопрос, там не надоели ли нам, там что-то плохое делать. Я хочу ответить следующее. Вот историки, они никак не могут переучиться. Они все себя представляют как представители власти, которым не нужно доказывать свою правоту, а за спиной которых стоит некая власть, которая их правоту доказывает. Ну, типа, если кто-то помнит научного коммунизма или истории партии, не нужно было историкам партии или научным коммунистам доказывать свою правоту. Они обладали абсолютно истиной, потому что за их спиной стояла сила, которая эту правоту утверждала. Но история у нас отделена от государства. Церковь отделена от государства, она это понимает. А история отделена от государства, она этого почему-то не понимает. И все еще им кажется, что они имеют сертификат на абсолютную истину. И пытаются вот так разговаривать со всеми, кто с ними не согласен. Вот вы выливаете помои, вы... Вот обратите внимание на то, как историки реагируют на наши исследования. Это, в общем, вот такая вот ругань, непонимание того, да как кто-то смеет открыть рот, если мы тут что-то сказали. Но это у вас взаимно, Глеб Владимирович. Вот. Нет, нет. Мы, мы все-таки, как ученые, мы понимаем, что мы можем ошибиться. И мы не говорим, что мы имеем право и сертификат на абсолютную истину. Просто если мы ошибаемся, мы хотим понять, в чем наша ошибка. Любой ученый готов признать свою ошибку, но он хочет разобрать ее. У вас расхождение настолько существенное с официальной историей, что даже дискуссии не получается. Это правда. Это правда. Но мы никогда не позволяем себе историков оскорблять. Вот какими-то вот такими оскорбительными, базарными словами. И все-таки я обращаюсь к историкам с просьбой. Понятно, что у нас разные позиции. Понятно, что мы не можем там согласиться. Но давайте друг друга не оскорблять. Давайте понимать, что у других людей может быть другое мнение. Может быть правильное, может быть неправильное. Это не повод для оскорблений. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, Алексей. Добрый день, это Фрог. У меня вот такой вопрос. Значит, поскольку исторические данные, они очень часто воспринимаются на таком субъективном фоне, то, естественно, встает вопрос критериев оценки маркеров. Известно, что человечество очень наблюдательно к небу. Всякие спуски новых звезд, всякие лунные, солнечные затмения. Вот по этим датам достаточно легко высчитать, ну, астрономия наука точная, да, достаточно легко высчитать те или иные, так сказать, даты происхождения тех или иных событий. Скажите, пожалуйста, у вас есть ссылки какие-нибудь в привязке к этому, так сказать, параметру? Спасибо. Очень хороший вопрос. Прекрасно. Ну, единственное, что понятно, что наши книги вы не читали. А так, ваша мысль совершенно правильная. Значит, у нас в новой хронологии одно из важнейших направлений это астрономические датировки. У нас много, не только несколько, а много книг написано на тему астрономических датировок. То, что вы говорите, астрономия наука точная, это правильно. Но данные не всегда точные, понимаете? Наука-то точная, а данные не всегда точные. И вот я тут в первых выступлениях как раз пытался подробно объяснить, в чем сложность, которая существует в применении астрономии к истории. Что там есть ситуации устойчивые и неустойчивые. Что одни и те же астрономические данные могут дать устойчивый ответ с помощью точных астрономических методов, а другие астрономические данные могут неустойчивый ответ дать, точность которого на самом деле огромная и он ни о чем не говорит. То есть это просто сложная естественно-научная дисциплина, а так, конечно, если датировка получена астрономическими методами, это точная научная датировка. И таких в новой хронологии очень много. Проблема в том, что так или иначе всегда приходится возвращаться к источникам, где описываются те или иные события, включая астрономические. И вот здесь опять начинаются расхождения с официальной историей у новой хронологии, поскольку у историков своя трактовка описанных событий, у вас своя. Так получается? Нет, немножко не совсем так, потому что мы подходим как к математике, к информации, мы подходим к этим источникам как к зашумленной информации с точки зрения математики. Это информация, в которую могли быть несены ошибки. В каких-то случаях эти ошибки могут быть исправлены, в каких-то случаях не могут. Если они могут быть исправлены, мы исправляем. Историки, как люди, лишенные естественно-научного образования, они подходят... У них какой метод? Читаем источники, думаем, сравниваем, полагаем. Они подходят к этим источникам, описывающим именно астрономические события, я о них говорю, просто как к обычным историческим источнику. Они говорят, ну вот, написал хронист это, может быть, он ошибся, а может быть, не ошибся, а может, он преувеличил. Понимаете, это не естественно-научный подход. Мы всегда, допускаем, что хронист ошибся. Это всегда допускается, что он ошибся. Значит, и вероятность ошибки его всегда не равна нулю. Но дело... Вот так же, как... Еще раз. Вот вы разговариваете по сотовому телефону с кем-то, со своим там собеседником, вы слышите его голос. Вы знаете, сколько ошибок на самом деле находится в канале связи, по которому проходит этот голос? Огромное количество. Однако они отфильтровываются, и вы слышите голос чисто. Если бы вы, как историк, к этому делу подошли, вывод, то мы никогда бы, люди никогда бы не смогли создать сотового телефона. Потому что там полно ошибок, они бы сказали, что, видите, вот ошибки, ошибки, как мы можем восстановить? Восстанавливается. Вот. И вопрос, когда можно восстановить, а когда нельзя, это научный вопрос, и достаточно сложный. Поэтому благодарю за вопрос. Вопрос очень правильный. Отсылаю к нашим книгам. «Небесный календарь древних», «Новая хронология Египта», «Древние зодиаки Египта и Европы», «Египетские, русские, итальянские зодиаки», «Ватикан». Есть такая еще книга у нас «Звезды свидетельствуют» из Семитовника. Датировка Альмагеста по собственным движениям звезд. Там именно астрономические датировки очень подробно изложены. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Владимир. Да, Олег. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот историки древней еще мира рассказывают, что чудеса, которые происходили при рождении его спасителя нашего Христа, что они подтверждаются именно научно. Вот как исход, допустим, Юрия из Египта, как при распятии Христа, землетрясения, страшные затмения были, они подтверждаются ведь это исторически или как, или научно? Ведь я знаю, что... Хорошо, принимается. Это отдельная большая тема. Ну, это большая тема отдельная, но я скажу так, что в новой хронологии то, что написано в Евангелиях и в церковных источниках, в большей степени подтверждается, чем в историческом. И я, может быть, об этом скажу подробнее в следующий раз. Хорошо. Давайте еще. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в каком именно году пересекается официальная хронология и новая хронология вот вашего гостя? Принимается. С какого года, можно сказать, они идут параллельно? Спасибо. Приблизительно с 1613 года. То есть с начала 17 века, после конца Великой Смут. До этого все постоянное расхождение. До этого... Ну, разница, естественно, накапливается, но до этого может быть существенная... Ну, может быть разница. Вот я ответил на ваш вопрос. Точка пересечения начала 17 века. А как совпала Куликову... Куликовская битва? Как совпала? Ну, вот совпала. Совпала. Мы не знаем, как она совпала. Это результат? Мы же... Хорошо. Хорошо. Давайте еще один звонок. Успеем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Сергей. Да, Сергей. Обратите, скажем, в гости хочу. Вот вы говорите, что Великая Смута была в России, да? А когда она... Как вы думаете? Она началась со времен крещения Руси, когда она в еврейскую религию навязали. Прекрасно. Ну, значит, вот на эту тему существует очень много предрассудков. Вот один из них вы только что выразили. На самом деле, в этих предрассудках они... Я не хочу сказать, что они полностью ни на чем не основаны. И просто вот... Нет. У них есть некое основание. Основанием этих предрассудков является неправильное понимание истории. Вот. В новой хронологии, когда неправильное понимание истории меняется на правильное, то вот ответы на все ваши вопросы, они возникают естественно. Но, к сожалению, сейчас я не могу об этом рассказывать. Отсылаю к нашим книгам. Может быть, как-нибудь на какой-нибудь передаче я расскажу нашу реконструкцию. И тогда просто вот этих вопросов не возникает. У вас все складывается. В качестве, ну, скажем так, завершения нашей программы, в следующий раз вы планируете уже о значении Куликовской битвы рассказывать? Правильно я понимаю? Ну, в следующий раз, наверное, будет Андрей Владимирович рассказывать про татаро-монгольское нашествие. А, то есть... Вот. А через раз я буду рассказывать, но я пока еще не решил, о чем рассказывать. Нет, я просто пытаюсь понять, в Куликовской битве вы поставили точку? Нет, конечно, нет. Просто для того, чтобы объяснить значение Куликовской битвы в новой хронологии, мне придется предварительно рассказать достаточно большой кусок нашей реконструкции. Это вот нельзя просто так рассказать. Это будет просто непонятно. Поэтому, чтобы продолжить разговор о Куликовской битве, нужно достаточно большое вступление. Хорошо. Ну, слушайте, у нас остается буквально 20 секунд, даже меньше, поэтому благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе, Галина Владимирович. Никаких иных вопросов мы уже принять не успеем. Я благодарю вас, и мне очень приятно здесь выступать. Вот книжка «Крещение Руси», показываю слушателям, это как раз книга, где описано значение Куликовской битвы, вот о котором я, может, когда-нибудь расскажу. Спасибо. С нами был Глеб Носовский, математик, доцент механика математического факультета МГУ, с автор концепции «Новая хронология». Спасибо.